Так, у нас заключительный день плей-оффа чемпионата России в Сочи. С нами неиграющий человек в данный момент, но все-таки присутствующий и, в принципе, заслуживший право, я думаю, должен встать на пьедестал. Мария Тайлакова. Всем привет. Да, которая весь период провела за команду Самарочки. С нами неповторимая команда Самарочка, которая только что оформилась. В качестве неиграющего тренера. Маш, чемпион России, ой, чемпион, господи, чемпион Франции с клубом ДТМС. Буквально неделю назад, по-моему, стало, вот, и с этим я поздравляю. И сейчас уже тут же приехала так полу отдохнуть, полу поболеть и помочь команде, в принципе. Второе место, я думаю, отличный результат. Поделись с впечатлениями о вообще этом чемпионате. Ну, мне было интересно вообще поехать с девочками именно в роли тренера. Потому что со стороны, когда смотришь, это совсем другое. И плюс мне хотелось им помочь. Все-таки была достаточно сложная сетка. Первая игра была с Казанью. Нужно было выложиться по максимуму, угадать с расстановкой. Девочки с этим совсем справились, показали очень хорошую игру. Победа! Валерия Щербатых наносит первое поражение Сунчень в этом сезоне. Потом дальше была также очень сложная команда. Это Ганрог. Но Лера просто, Щербатых здесь в очень хорошей форме. И Света тоже показала очень хорошую игру. Но, в принципе, мы все были одной командой. И поэтому получился такой результат. Выходить с победой во второй матче все равно лучше, чем с поражением. У вас был вчера замечательный настрой. Финал, конечно, не очень удачно сложился. Расстроились. Не получилось как-то даже навязать борьбу. Но ничего страшного бывает. Будем работать. И надеюсь, что в следующий раз выиграем. Какой у вас был тандем с Артемом Тарасовым? Были и такие споры, и взаимопомощь, и такой какой-то микс. Напомню, что Самарочка в полуфинале сыграет с клубом ТМК «Тагмет». Браво, Валерия Щербатых. Это история. Этот матч, я думаю, станет украшением всего этого турнира. И, в частности, карьеры Валерии Щербатых. В целом, как ты себя вела в роли тренера? Как тебе вообще эта роль была? И чем ты, считаешь, помогала? Как ты вообще вела себя в этой стезе? Я не знаю, как девочки чувствовали себя, когда я им подсказывала. И вообще, помогало ли им это? Я надеюсь, что помогало. Но в роли тренера, в принципе, ничего не изменилось. Я с таким же каменным лицом сидела. Очень спокойная. Но, мне кажется, некоторые моменты я прям видела хорошо. И, действительно, то, что я говорила, работала. И мне было прям приятно. Я гордилась собой, что так я помогала и поддерживала девочек. С Артемом, да, были некоторые споры, что он считал, нужно так сыграть. Я считала по-другому. Но мы все равно договаривались, приходили к общему. И вот советовали именно девочкам то, что они могут сделать, исходя из их игры. Вот. Поэтому я думаю, что, в принципе, получилось отлично. Круто, круто. Хорошо, тогда немного вернемся к Франции. То есть, отыграла сезон. Следующий сезон ты остаешь вот этот эмец, правильно? Также, что вообще скажешь вот по этому сезону в плане твоей прибавки? То есть, вот опять же, финал выиграла Мателлоу, выиграла Фу Ю, по-моему, или как не? Шао Джуанг, да. То есть, ты из 50 мира, по сути, два игрока. Классный результат, опять же, прибавило. Видно, что в игре... За счет чего? То есть, именно большое количество... Это, скорее, большое количество хороших матчей внутри лиги? Или это именно хороший тренировочный процесс? Или как бы всего понемногу? Это точно матчи, игры и Лига чемпионов. И когда ты постоянно встречаешься со спортсменами высокого уровня, у тебя... Ты, само собой, прибавляешь. Поэтому я очень рада, что так все сложилось удачно. Единственное, я приехала в полуфинал. Первый я провела отвратительно. Проиграла две игры. И, если честно, на финал не рассчитывала вообще. Не было никаких ожиданий. Я просто... Меня поставили, я думала, ну хорошо. Выйду, сыграю. Надеюсь, помочь команде хоть как-то. В итоге, все снижилось вообще супер. Да, помогла отлично. И, действительно, показала хорошую игру. То есть, не так, что я там как-то случайно выиграла. Все было по делу. Все было правильно. И я очень сильно рада. Супер. А вот сравнивая наш шпионат и французский, тоже я смотрел атмосферу в целом. Как там все происходило, да, то есть у нас тут... Там, Влад, и вообще вход или нет на... Да, по-моему, 5 евро. И при этом там, сколько человек, примерно, нет цифр посещала? Ну, 200... Это именно финал или вообще регулярно посещалось? Ну, регулярно, средний, наверное, 100, минимум. Вот, финал. На финале было, мне кажется, человек 200, наверное. У нас дома на выезде было 150, наверное, тоже. А, мужская, есть команда? Это место, какая-то вот эта вот эта вот эта вот с этого города. Раньше была, но с этого года уже... Вы главные звезды. Да, типа того. Ну, то есть атмосфера, конечно, совсем другая, не как здесь. Ну, да, атмосфера вообще классная. Луик Бельгизин. Да, да. Впрочем, очень-очень хорошая сезон. И мельтет эту феминину фемининную команду за так много лет. Это мертвое, браво! Потому что ты вот... Матч ты ждешь. То есть здесь я вот как-то не вижу, что вот спортсмены очень... У них прям есть желание играть эти все туры. Вот, а там матч прям как праздник, как-то вот такой ритуал. Прям, ну, класс. Полоценное событие такое. Круто. Ну, хорошо, наверное, отойдем от... Ну, хорошо. Хорошо, хорошо. По поводу дальнейших событий вообще. То есть ты дальше... Что у тебя? Отдых, да? Восстановление. Собираешься, получается? Да, да. Это только что выиграла команда УГМК. Мужчины. Хоть они не доиграли, но, видимо, количество сетов уже позволяет им это сделать. Но все-таки у нас тут эксклюзив отчасти. Можно сказать. Я пожертвую. Чем-то всегда приходится жертвовать. Так что... Главное, что там камера у меня вторая стоит, снимает. Ладно. Дальше отдых. Дальше сбор в Сочни. Какой-то это будет, насколько я слышал. В августе. В августе. Я не знаю, ты смотрела вообще, какие-то выпуски не смотрела. Я тебе скажу, что там какие-то старые вопросы, которые актуальны. И там, из новых, что я придумал. Первый вопрос. Запрещают слева играть гладкой накладкой. Короткие либо длинные шипы ставишь? Короткие. Почему? Ну, потому что я бью хорошо слева. Мне кажется, у меня вообще будет отличный шип. Затыкало бы всех. С шипами, да. Хорошо. Первая на чемпионате мира, либо третья на Олимпиаде? Третья на Олимпиаде. Более престижный? Ну, да. Для меня Олимпиада – это прям… это Олимпийские игры. Это вот звучит. Конечно, чемпионат мира тоже круто, но, не знаю, мне кажется, третья на Олимпиаде я выберу. Готова пожертвовать победой ради событий? Да, ради медалей с Олимпийских игр. Хорошо. Если не настольный теннис, то какой другой вид спорта? Художественная гимнастика. Без раздумий. Хорошо. Если не спорт, то? Да, только спорт. Только спорт? Неинтересно все, что ли? Нет. Хорошо. Через сколько твой прогноз рассеянный, допустим, на первый турнир ВТТ? Я не знаю, я каждый раз надеюсь, что вот сейчас, сейчас, но что-то этого не происходит. Но надеюсь, может быть, через два месяца. Это самый позитивный настрой, который я только видел. Я верил. Красиво. Блин, сложно. Небыстрый вопрос какой-то. Думай, думай. У Гэга уже чемпион, у нас есть время. И последний совет, наверное, всем. Как прибавить? Совет всем смотрящим это видео. Как прибавить в настольном теннисе? Много тренироваться, любить спорт, любить себя в спорте. Просто много работать, получать удовольствие. Что, кстати, во Франции какие-то для себя лайфхаки, которые можешь раскрыть, узнала? Планирую теннису, какие-то вещи, нюансы, которые в России здесь мало кто знает. Кушать в одном и том же ресторане перед мать, чем всегда. Почему? Типа может что-то не так там подмешать? Нет, на фарт. На фарт. А, ну это такой суеверный лайфхак. Хорошо, не будем больше отнимать время Марии Тайлаковой. Чемпионки французского ПРОА и серебряной призерки чемпионата России 2023. Спасибо за этот разговор. Всем спасибо, пока. Пока.